Здравствуйте, меня зовут Фёдор Лисицын, и сейчас у нас снова недельный гром. И снова о событиях достаточно глубокого прошлого, не в какой-либо прямой связи с событиями настоящими, а просто как некоторое предупреждение и история о том, как можно скрывать историческую информацию достаточно долго из строго идеологических причин, достаточно влиятельную, достаточно важную, и даже попытки вытащить эту информацию на свет Божий вызывали злейшее противодействие, опять-таки по идеологическим причинам в сравнительно недавнее время, потому что вытаскивают слишком важные моменты взаимодействия власти и большого бизнеса, то, что всегда было очень больным местом в России, и то, что всегда у людей, прикормленных тем или иным большим бизнесом, всегда вызывало свою защитную реакцию. А именно поговорим о роли старооборядцев, и не только старооборядцев, но и сектантов, в русских революциях. Во всех русских революциях, в поддержке революционного движения, в поддержке и большевиков, и эсеров, и анархистов, в поддержке событий и 1905, и февраля 1917, и октября 1917 года, в том, что Российская империя развалилась, на ее месте образовался Советский Союз. И, в общем-то, нельзя сказать, что тот исторический узелочек, который тогда завязался, окончательно развязался даже в наши дни. В совершенно другой форме, в совершенно другом виде. Но сейчас мы видим, как влияние большого бизнеса на большую политику Российской Федерации меняется буквально на глазах. Казалось бы, при чем тут религиозный раскол? При чем тут события революции? При чем тут все? Ну, попробуем разобраться по порядку. Если вспомнить и советскую официальную историю революционного движения, и контрреволюционную, так сказать, антисоветскую историю, вспомнить все эти, так сказать, книги, которые многократно писались, то можно найти, например, что большевики якобы финансировались немцами, что давно, так сказать, опровергнуто за счет отсутствия каких-либо доказательств. Все сводится к, вы понимаете, поддельным документам Сесона, отдельным каким-то там вещам, страшному Парвусу Ганецкому, вокруг которого нагнетают, и который действительно брал деньги от германского штаба прислабутал по обмированному вагону. И все эти вопросы многократно разобраны. И тут бессмысленно, наверное, сейчас что-то говорить, потому что этим не убедишь ни сторонников версии за, ни сторонников версии против. Вот, вспоминают экспроприации, особенно развитые у эсеров, когда буквально деньги конфисковывались на нужды эволюции, пытаются опять приплести туда товарища Сталина, который якобы в молодости участвовал в экспроприациях. Я одно хочу сказать. Все эти разговоры об участии Сталина, как якобы кавказского бандита, опять-таки не имеют за собой никаких доказательств, кроме рассказов. Долгожданное продолжение книги Александра Артамонова «Бесправо на возвращение. Дорога домой». Приобретайте во всех магазинах страны. Царский суд, отдельно разбивавший это дело, связи между Сталином и экспроприаторами большевистского толка не нашел. Давайте не будем пытаться быть умнее следователей, так сказать, особого отделения, следователей 1908-1911 года, разбиравшими это дело в подробности среди тех людей, которые это знают. Большинство документов в этом отношении подделок. Хотя несколько экспроприаций в пользу большевистской партии действительно имели место быть. Тут можно вспомнить и Камотор Петросяна, и инженера Красина, которые к этому были причастны, и где доказательства были, и были несомненными. Но, еще раз повторю, при суде, при расследовании этого дела, доказательств не нашли. Тут и рассказы о том, что, наоборот, большевики имели серьезную опору в народе. Ну, с одной стороны, имели опору в народе, с другой стороны, уж очень их было мало. Даже на феврале 1917 года членов ФКПБ, по разным оценкам, было от 20 до 40 тысяч человек всего. Это на больше 100 миллионов населения России. Это в сравнении с миллионом или полутора миллионами официальных членов эсеровской партии в 1917 году. Ну, в общем-то, 400 тысяч кадетов. Это, в общем-то, ну, абсолютный мизер. Не сказать хуже. Большевики получили власть не потому, что они ее добились, а потому, что остальные эту власть упустили. Но, если вдуматься, рассказывая конспирологии, что российская эволюция, все формы финансировали за рубежа, англичанка гадит, везде ему английский след, и так далее, и так далее, всякий раз и антисоветские, и советские историки обходили один очень важный момент. Финансирование всех революционных течений и народовольцев, и плехановцев, и большевиков, и меньшевиков, и эсеров, и даже анархистов, так или иначе, через круги, связанные с русским купечеством. Вспоминают разве что Савва Морозова, который засветился с передачей одного миллиона рублей в 1905 году на эволюцию через Максима Горького. И то там были проблемы с передачей денег, поэтому этот факт вспоминают. Ну, и Максим Горький достаточно известный человек. Однако, даже если посмотреть по семье Морозовых, выясняется, что одним миллионом рублей, и только в 1905 году дело не ограничилось. Огромное количество выплат, огромное количество, ну, как бы сейчас назвали, спонсирования, и всего прочего, проходило через русское купечество. А кто такое наше русское купечество? Русское купечество у нас четко делилось на три очень разные социальные категории. А если мы возьмем купцов первой и второй гильдии, период где-то с начала русского капитализма, с отменой крепостного права, 1860-е, до 1905-го, 1906-го года, потому что дальше уже сильно возрастает роль иностранных банков, все эти франко-бельгийские, франко-русские и прочие акционерные общества и заводы, то есть капитализм уже достиг достаточно высокой стадии. Вот если мы возьмем купечество, рассвета становления, вот такое странное слово, рассвет становления русского капитализма, то мы увидим, что минимум 60-70% из них относятся к старообрядцам, то есть людям, религиозно не принимающим, соответственно, реформы 1917-го века, реформы при Алексея Михайловиче и патриархе Никоне. Вообще вопрос о религиозной реформе и религиозном расколе требует отдельного рассказа, здесь я его буду касаться в очень небольшом, так сказать, количестве, но вопрос о старообрядцах и дальше сектантах, в том числе, как русская полиция называла и духовное ведомство, изуверских сект, а именно хлыстов, скопцов, то есть людей, переходящих на добровольную кастрацию, хлысты, соответственно, это в религиозных родениях, действующих в таких нетрадиционных сексуальных практиках, вгоняющих себя в транс. Если кто думает, что это особенность только России, я всегда говорю, посмотрите на Англию. Квакеры и шейкеры, радикальные квакеры Англии, потом ставшие началом многих религиозных общин на территории Соединенных Штатов, это те же наши хлысты, только что красиво по-английски, имена такие там, Смит, Джон и так далее. А религиозный смысл и способ вгонять себя в транс, когда человек выглядит Богом, нетрадиционными танцами и телодвижениями, он тот же самый. Простите, танцевать, рейвиться, колбиться до упада придумали не черные во время джаза, так что человек начинает видеть Бога, ангельскую пыль. Вот, придумали это и белые, без всяких черных, в 17 веке, в Англии. И в Россию эта зараза тоже попала или была изобретена своя, тут можно споить, пускай историки религии уточняют, но так или иначе, вертящие деревяши, соответственно, на Ближнем Востоке и в Турции, такая форма везде существовала. Так вот, очень большой процент этих сектантов занимался коммерцией и купечеством. В какой-то момент, если брать только старообрядцев, 60% всех свободных коммерческих капиталов, объявленных, капиталы, вложенные в промышленные и торговые предприятия, капиталы акционерных обществ, это как раз момент где-то примерно времена Александра Третьего, то есть 1880-1890-е годы. 60% всех капиталов в России принадлежало владельцам, сторонникам старообрядческих церквей, многих церквей, разных толков. Еще какое-то количество капитала принадлежало сторонникам закрытых этих самых изуверских сект, преследуемых правительством, поэтому в официальную статистику эти скрытые капиталы не входили, но они были. На этом фоне все капиталы всего русского двоянства, включая такие семьи, как Юсуповы, Сумароковы и Эльстон, как Шереметьевы, как Демидовы, ставшие двоянами из тульских кузнецов, на этом фоне капиталы великих князей и царской семьи, те, которые участвовали в официальных торговых предприятиях. А это не значит, что имущество царской семьи, которое принадлежало Министерству уделов, то есть вот как бы, а именно те свободные капиталы, которые работали в русском бизнесе. На этом фоне все сбережения чиновников, все эти многочисленные сберегательные кассы, маленькие банки, куда вдовы помещали свои пенсии, кассы и так далее. Гробово говоря, деньги работавшие простых людей занимали меньшую сумму, где-то примерно 40%. 20% это двоянские капиталы, 10% во времена Александра III это иностранный капитал, акционерный, работавший в России. Потом ситуация изменится, его доля будет иностранного капитала возрастать уже лавинообразно при Николае II. Ну, капитализм изменится, и экономическое условие изменится. И 10% это все остальное население России, включая купцов канонического, не канианского вероисповедования, купцов не христианских, мусульманских и иудейских, купцов, соответственно, лютеранского, католического и так далее, и так далее, вероисповедований. Если мы возьмем еще по этому концентрацию, то мы увидим, что мало того, что этот капитал присутствовал и был абсолютным в России, он еще и концентрировался. Концентрировался он вокруг так называемого московского промышленного узла, где, в общем-то, преобладал именно старобряческий капитал. Это Бахрушины, это Морозовы, это Ручковы и так далее. В меньшей степени он принадлежал к Санкт-Петербургскому, значит, финансово-промышленному и прибалтийскому, и польским промышленным узлам, там понятно, кто верховодил, и в меньшей степени к южно-русским, соответственно, Одесса, Донецк, Юзовка, соответственно, все великое войско Донское. Казачество – это не только воинское сословие, это и большая офшорная зона, так сказать, Российской империи, где были свои достаточно мощные коммерческие предприятия, там и, соответственно, еврейский капитал в числе оседленности, все это уступало количественно, соответственно, старобряцам. И если по концентрации в одних руках, допустим, евреи Поляковы, или там, допустим, вполне себе какие-нибудь там этот фон Дервис, занимавшийся, будучи при этом православным, уже, насколько я понимаю, занимавшийся железнодорожными подрядками и поставками, по концентрации капитала в одних руках, Гинзбурги, опять еврейского происхождения, в одних руках якобы одного хозяина имели большие суммы, то есть там доходило до 60-70 миллионов рублей золотом на семью, на, как говорится, одного хозяина. Тут можно вспомнить и Николая Второго, опять-таки связанного с русскими старобрядцами Сибири. Вот, это, наверное, единственный из крупных старобрядцев, самый, уже не совсем старобрядец, так сказать, более европейский образованный человек. Но факт того, что вот семьи, как Бахрушины, Третьяковы, Морозовы, могли объединять гораздо больше активы, и более того, имели огромный процент неучтенного актива, а ведь неучтенный актив, который... Одно дело, когда ты имеешь, допустим, земельную собственность. С одной стороны, ты богат, ты получаешь аренду с этой земли, но ты не можешь быстро продать свои земельные участки, ты не можешь быстро продать свои акции промышленного предприятия, даже если ты Путилов и контролируешь Путиловский завод. Это все упадет в цене, это все потребует денег. Другое дело, когда у тебя есть свободные, выведенные из официального правового поля часто капиталы, которые ты можешь поддерживать, жертвовать на ту или иную. Так вот, старообрядцы имели возможность иметь свободные капиталы. Еще больше возможности иметь свободные капиталы на взятки, на поборы, на эволюцию, на наем, так сказать, не совсем разрешенных государственными законами действий на оплату, так называемые изуверские секты. Особенно скопцы, где секта скопцов, это надо отдельный прям доклад делать, где наследование проходило благодаря усыновлению, где капиталы копились, приумножались и не тратились, и где все эти капиталы были выведены из правового поля практически полностью. Они не светились в государственных банках, они шли черным налом или такими же черными долговыми обязательствами, они все имели какую-то отмывку, и они все были свободные и волатильные. То есть их можно было в любой момент взять, применить, не теряя в их стоимости, вложить в нужное дело, вывести из ненужного. Ну, в общем, бизнес, можно сказать, 21 века, в 19 веке. При этом, ну, как современные накатоговцы. Почему вдруг старообрядцы получили такое преимущество? Почему, откуда у них вообще эти деньги? Что государство не имело купцов распутствующей церкви? Что государство не имело возможности собственные капиталы иметь и производить? Имело. Но не имело такой свободы и доверительности. Вспомним, что развитие любого русского бизнеса, особенно бизнес с участием государства, равно или поздно приводило к финансовому краху. К финансовому краху, вызванному действиями и ошибками управленцев. Наглядный мой пример, любимый пример, это Российская Америка, Аляска, российско-американская компания. Фантастические, прибыльные при Баранове, отцы-основатели, значит, наследники Шелихова, герои-патриоте, исследователи севера, герои Шелихове, замечательном человеке во всех отношениях, который и подоил, собственно говоря, России и Аляску, и острова, Командорские, и Алиутские острова, и так далее, и так далее. Эти люди на энтузиазме создали выгодное финансовое предприятие, богатое, с огромными, так сказать, доходами. И когда нам говорят, что, мол, Российская Америка рухнула из-за того, что пропал пушной зверь, перебили всех каланов, бобров, которых выгодно продавали в Китай, закупали в Китае чай, чай продавали в России, и так вот треугольник русско-американской компании, алясканской, работал. Вот, я говорю, что нет. Основную проблему сыграло то, что после восстания декабристов, опять смотри эволюционную ситуацию, замечу, что двоянин, поэт Кондратья Рылеев, декабрист, видный декабрист, один из пяти удостоившихся петли, то есть смертной казни по факту декабристского восстания, был членом правления и секретарем русско-американской компании, был фактически на финансовых потоках русско-американской компании, и, судя по всему, финансировал все эти посиделки декабристов, все эти пьянки и попойки, описанные многократно, которые и привели к декабристскому восстанию. То есть он был именно кубышкой, откуда декабристы черпали деньги, из кассы гигантских сумм русско-американской компании. После вот этих событий, когда Николай I понял, что такая гигантская коммерческая компания, неподконтрольное государство, угрожает уже, просто сказать, государственным устоям, туда начали вводиться государственные управленцы, она перестала быть формально частной, руководители стали ставить офицеров российского флота, благо снабжение Русской Америки, Аляски, шло благодаря кругосветным и дальним плаваниям маяков Балтийского флота на парусных кораблях. Но государственные управленцы очень быстро убили частную инициативу, в том числе, как бы чего ни вышло, например, золото на Аляске открыли русские в 1846 году, за два года до золотой лихорадки в Калифорнии первой, но никаких официальной добычи этого золота не велось. Опасалось, что, имея там 2-3 тысячи человек на Аляске всего русских людей, в случае, если туда хлынет, как Калифорния, принадлежащая территорию Соединенных Штатов, хлынет такая толпа золотоискателей в десятки тысяч человек, то Россия Аляску не удержит. Поэтому Аляску продавали американцам, зная, что там есть золото, и понимая, что его нельзя добывать, не имея достаточно вооруженных сил, которые требуют денег, вложения, и сомневаясь, что хватит ли этих вложений на поддержание там вооруженных сил прибыли от того золота, которое там есть. Вот, все эти государственные меры, государственные ограничения, контроль за финансами, русско-американская компания имела даже собственные денежные средства, так называемые вот эти кожаные деньги российско-американской компании, свой заменитель национальной валюты, повели к тому, что компания была убыточной уже в 1830-е годы. Вот, под государственным управлением. Она имела государственное значение, но государство больше в нее вкладывалось, чем получало. Что не мешало отдельным людям навешивать свои частные капиталы на Русской Америке, это продолжалось до самой продажи Аляски, но государство с этого терпело убытки. Приватизация прибыли, национализация убытков. Так кончает очень часто попытка государства вмешаться в капиталистические процессы по правилам игры капитализма, то есть по правилам свободного рынка и так далее, и так далее. Это та проблема, которая не давала развиваться государственным заводам, которые имелись в России. Те же официальные оружейные заводы, они, конечно, выполняли заказы военного ведомства, но практически не играли своей роли в экспорте оружия. 19-й век набит был войнами. Попытки продажи оружия за рубеж России предпринимала неоднократно. Самая выгодная была продажа части кораблей Балтийского флота во время революции в Южной Америке и Испании в 1817 году, когда продали корабли, не все, кстати, даже в хорошем состоянии, часть из них была в состоянии предаваином, испанцам было не до того. Содрали с испанцев деньги, а дальше трава не расти. Александр I провел выгодную для государства сделку. Но вот попытки торговать оружием проваливались не потому, что русское оружие там тульского, лижевского, сестроедского производства было хуже, а потому что заводы работали под управлением казенных управляющих, заводы не производили товары на экспорт, это надо волноваться, это нужна приемка, это нужен бизнес, это генералу, который управляет тульским оружейным заводом, допустим, нафиг не нужно, ему бы с заказами военного ведомства справиться, и в результате то густо, то пусто, между перевооружениями русской армии, когда заводы работают лихорадочно, заводы полустоят, занимаются выпуском какой-то совершенно там нештатной продукции, получают деньги из казны, убыточны, прибыли не приносят. Госкапитализм в России не убыточным был только в случае железных дорог, и то, чтобы выйти на прибыльность железных дорог государственных, потребует 30 с лишним лет и реформы Витта и Хилкова в 1890-е годы с наведением порядка. До этого любые государственные капиталистические предприятия проваливались. Почему же у старобряцев они не проваливались? Опять-таки любые капиталистические предприятия, лица официальной церкви в России проваливались по еще более анекдотическому случаю. Большинство купцов, выйдя в люди, своих детей устраивали правдами-неправдами, женили на двоянских дочках или, наоборот, дочерей выдавали за двоян, проникали любым путем в двоянское сословие, детей в полк, внуков в пажеский корпус и вперед, ну, как двояне-купцы Демидовы превратились в итальянских князей Демидовых Сан-Доната. У нас есть прекрасные книги «Каменный пояс», написанные хотя в советское время, но, в общем-то, с прекрасной иллюстрацией, как оно все так бывает. В общем, любой купец официального, так сказать, неконьянского государственного вероисповедования спал и видел, как передать свое дело не сыну, а как сына вставить в двоянский истеблишмент. Где торговля, в общем-то, не поощрялась не только по правилам, двояне были и торговцы, и бизнесмены, и так далее, где торговля не была главным способом выразить себя. Можно было быть меценатом, проматывать деньги на балеринах, ну, и отсюда пошла, значит, идея, что купеческое сословие, купеческая семья живет три поколения. Дед с нуля подымается в люди, сын приумножает богатство деда, а внуки все проматывают. Почему так не было у старобряцев? А потому что для них карьера такого рода без смены вероисповедования длительное время была невозможна. Хочешь ты, не хочешь, ты должен либо насиловать свою веру, а в вере старобряцы были тверды, либо, переходя в государственную церковь, ты приступаешь перед верой своих отцов, перед своими убеждениями, либо ты должен так и оставаться в торговле, а всех этих чиновников и двоян покупать, подкупать, откупаться от них и так далее. А если это, не дай бог, еще и какой-нибудь там сектант-скопец, тут отсылаю вас к замечательной книге Михаила Юграфовича Салтыкова-Щедайна «Современная идиллия», где показан такой купец из секты скопцов, там она в книге, конечно, по соображениям цензуры называется «Немного не так», который вел книжечку, где записывал все свои траты и расходы с ранних детских лет и то количество поборов, которое с него драла государственная власть, чиновники в обход, то есть как поборы достаточно официальные, так и когда из него выкачивали деньги в обход официальных постановлений. Любопытно, что эта книжечка, записи про эту книжечку почему-то у цензурного комитета никакого, соответственно, отращения не вышло. Ну да, конечно, взятки берут, да, конечно, купцы на то и существуют, чтобы их стричь. Это не кромолы, это правда жизни. Что тут вымарывать? В результате все капиталы приумножаются, остаются в семье. То есть происходит то же самое, что в Европе с Ротшильдами. Что бы Ротшильды ни делали, они женятся на кузинах и двоюродных сестрах, они не выпускают капиталы из семьи. Семья расширяется вместе с капиталом, но наружу ничего не происходит. Распада капиталов, распада финансовой империи не происходит. Ну, до поры до времени. Русские старобрядцы находились на середине как раз этого самого пути, в момент, когда занялись поддержкой революционного движения. Вообще, те или иные формы бунта старобрядцы в России поддерживали всегда. Если мы возьмем все бунты при Алексея Михайловиче, а Тишайшим его прозвали за то, что жил, в общем-то, совершенно за милостивость. Тишайший – это латинское Клементиссимус, введенный по образцу австрийского цезаря. Тишайший – это по-русски, то, что Клементиссимус – тихий, милостивый австрийский император. Клементиссимус и наш Алексей Михайлович, считая себя равным австрийскому цезарю, как царь, и выше всех остальных королей, ввел себе в титул. А время-то его тихим не было. Одно восстание Степана Разина вспомним, куча мятежей, куча разных мелких смут, московский этот медный бунт чего стоил. Вот, везде мы находим корни старобрядцев. Очень неизучена история с восстанием уральских, пардон, казаков, яицких, Емельян-Пугачев. Во-первых, сам Емельян-Пугачев, безусловно, старобрядец, и большинство казаков были тогда старобрядцами. А во-вторых, роль старобрядческих купцов в поддержке, в том числе не только финансовой, но и пропагандистской, всего этого движения. Отдельный, так сказать, ржевский купчик Долгополов, тоже старобрядец, который ухитарился отметиться в восстании Пугачева, был при казне Пугачева, и исчез, его так и не нашли после подавления восстания Пугачева, и казну Пугачева не нашли тоже. Это позволяет писать нашим писателям всякую ерунду вроде золота-бунта, но, замечу, казну Пугачева больше никто никогда не видел. Как, значит, купчика, условно говоря, купчика Долгополова. Он уже в первую гильдию метил, у него 50 тысяч рублей было золотом, это времена 18 века, это капитал больше 90% любой дворянской семьи, наверное, Российской империи, 95% дворянской семьи Российской империи. Вот, а ведь чей из Долгополова для легитимизации себя государь Петр Федорович Пугачев получил, например, подлинные, это отдельно подчеркивалось при расследовании, галштинские знамена. Подлинные галштинские знамена и оригалии подлинного Петра III. Как они оказались на Урале из Гадщины? Ну, тут только ржевские купцы, слегка перемигиваясь, могут сказать, ну, да, 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 вот. Божьим попущением, без попуток. Иначе назвать нельзя. Вот, поэтому, когда говорят, что там французская интерьера, маркиз Пугачев, связь с книжной Таракановой, это историки много раз обсосали, там даже вот миниатюры Пикули и так далее, но Пикуль, правда, честно и про Долгополова написал, передрал чужую работу вполне себе, и у него есть такая миниатюра. А вот реальные факты поддержки именно старобрядцами, в том числе старобрядцами, жившими за пределами России, Пугачеву, пожалуйста, как бы особо не пропагандируется. Старобрядцы отметились и в истории с нахождением Наполеона. Замечу, что единственные представители официальных, хоть каких-то русских, официально встречавших хлебом с солью в Москве Наполеона, были как раз старобрядцы. Но это одного толка. Это так называемая у нас соответственно вот эта Ржевская застава и так далее. Вот, а старобрядцы другого толка, наоборот, французов выставляли хуже никонианских антихристов, и Ерасим Куин, известный партизанский командир, который бил французов на отступлении, хвосты грибу и грабил, правильно дело отнимал, так сказать. Вот, одних пленных больше двух тысяч человек собрал, он был точно такой же старобрядцем, но другого толка, враждовавшего с толками старобрядцев московскими, встречавших Наполеона, хлеба, солью. Старобрядцы никогда не были едиными, все эти поповцы, беспоповцы и так далее, враждовали между собой. Но на революционные действия, судя по всему, жертвовали вместе и исправно. Почему такое происходит дело? Все очень просто. Старобрядцы автоматически в лице государства и государственной церкви считались виноватыми во всем. Любой денежный и финансовый спор между купцом православного, так сказать, канонического распредавания и купцом-старобрядцем судами решался обычно в сторону соответственно своего. Любые притеснения со стороны государственных властей и чиновников на старобрядцев проходили, несмотря на все царские указы, начиная с Павла I и так далее, в гораздо более жесткой форме. Фактически русское старобрядческое купечество XIX века под таким давлением было вынужденной мафией. Мафия не в смысле занятия преступными промыслами. Промыслы это были самые что ни на есть государственные и так далее. Оно было мафией в смысле омерты, круговой поруки, молчания перед государством, в смысле тайных от государства финансовых транзакций, чтобы, не дай бог, никто не наехал, в смысле отсутствия официальных контрактов, классическое русское слово купца крепче любого писанного контракта и так далее. Вся эта купеческая доблесть, которую нам же пытались выставить как добродетель в 90-е годы XX века, когда нам рекомендовывали вернуться в чудеса капитализма после распада СССР, она на 80-90% это про купцов-старобретцев. Слово надо было держать, потому что других способов не было. Любой контракт, любая бумага требовала государственного обжалования, то есть государственного утверждения писалось на гербовом листе, чей из государственного чиновника утверждалось и, соответственно, такой договор, такой нотариально завеянный государством образец, это контакт с государством, которое для не принявших никонианские реформы абсолютный враг, и сторонник украчил подальше. Когда начали кончаться после 1905 года гонение на старообрядцев, начало и пропадать русское купеческое слово. Уже Первая мировая показала такие купеческие аферы, такие, значит, сбрыки, ну, а русское купечество не старообрядческое себя показало еще, когда был устав о банкротстве при Александре Втором, когда разрешили акционерное общество, приравняли к купеческим семьям и стали, в общем-то, старыми законами управлять новым видом капитала. Это приводило к чудовищным злоупотреблениям и финансовому кризису 1873 года в России. Очень большую роль сыгравшим, когда, можно сказать, русское дворянство, деньги, полученные на выкупные квитанции за крепостное право, тогда-то примерно все и промотало, уложив кучу МММов, в основном железнодорожного типа, тех лет. Аферы финансовые русский капитализм сопровождали всегда. И люди теряли гигантские состояния на этих крахах, а кто-то наживался. В том числе, как раз, между прочим, и купцы-старообрядцы, которые все эти бумажки, акции, пои, не поизнавали официально, или, если выпускали, то только как бы частично для маскировки, как акции той же треугольной мануфактуры реально существовавшие, а настоящие капиталы ходили втихую уведенные из-под государственного ока, в том числе из-под государственных налогов и попытки, значит, влезть туда государственным коррупционерам, вымогателям, чиновникам, которых, чтобы их оттарить хватало. И вот, значит, что нам еще не хватает для революционной деятельности, у нас есть система поддержания тайны, у нас есть система молчания, у нас есть система финансирования. И именно староабриатцы финансируют все религиозные, не только религиозные, пардон, секты на территории Российской Федерации, враги, врагов официальной Никоньянской церкви, но и все революционные организации, которые существуют. И большевиков, и меньшевиков, и трудовиков, и гапона в Санкт-Петербургске, хотя гапон как раз имел небольшую, так сказать, весомость, и Санкт-Петербург это минимальный по концентрации староабриатческих капиталов, но со староабриатцев, в том числе из Москвы, деньги организации Союз Рабочих гапона получали. Ну, а о том, как это дальнейше тратилось и так далее. Нельзя сказать, что этого не сознавали. Тот же Зубатов, талантливый, наверное, самый талантливый деятель царской охранки, понимающий, куда все катится, пытавший перевести эволюционное движение в России на экономические рельсы, на создание буквально профсоюзов, подконтрольных охранным отделением, подконтрольных власти, а не эволюционерам, потому что экономическая борьба всегда вела за собой политические лозунги, со своей этой зубатовщиной, со своей попыткой создания рабочих организаций правых, фактически пытался получить деньги тоже со купцов-старобрядцев. Но его не поддержали ни свои из охранного отделения, завидуя его слишком быстро и кайе, и вообще довели его до того, что Зубатов был снят, отправлен, можно сказать, с понижением на крайне незначительную должность, и когда случилась февральская эволюция, он в разочаровании покончил с собой от краха Российской империи, он был убежденный монархист, один из немногих монархистов, оставшихся к февралю 1917 года в России. Зубатов получил от как раз московских купцов огромный фигу. В том числе купцов-старобрядцев проще было платить тем же большевикам, тем же эсерам, даже которые устраивали стачки и забастовки на их предприятиях, но эти стачки и забастовки регулировались, и в нужный момент значит, шли на договор, это было дешевле, чем поддерживать рабочие организации про правительство толков по зубату. Фактически старобрядцев, финансируя русскую революцию, сами себе выкопали яму, когда и частные капиталы, и все прочее были отменены уже советской власти. Старобрядец Гучков, его роль в февральской революции трудно недооценить, а ведь это один из самых видных представителей. Гучковы были уже такие европеизированные, они уже почти-почти были цивилизованные купцы, которые хотели сотрудничать с властью, но власть, пометуя старая, не пошла, получи Гучков какой-нибудь официальный чин, получи Гучков придворную, так сказать, признание и так далее, возможно, одним революционером было бы меньше в феврале, и поддержка всех вот этих февралистов, сверхших царя, была бы меньше, но царское правительство уже не могло идти на истукки, в том числе и из-за особенностей характера самого царя и царицы, в том числе из-за особенностей придворного окружения, вот, фактически к моменту начала Первой мировой войны правительство и бизнес находились в жесточайшей конфронтации в России. Первая мировой война военными заказами на время сгладила эти противоречия, но дальше неудачи на фронте, экономические кризисы и так далее, эти противоречия обострила. И в этот момент старобряцы со всем своим движением поддержали революцию, выкопав ту яму, куда рухнула Российская империя. Рухнули они сами, но потом замечу, что в отличие от деятелей официальной православной церкви, деятели сект и старобряческих движений в Советском Союзе преследовались гораздо меньше, если посмотреть на все эти синодики и так далее, а наоборот, среди пошедших на сотрудничество с властью живоцерковников, потом обновленцев и так далее, как раз сочувствующих старобряческим движениям, гораздо больше. Вот, то есть даже тут они не проиграли и большинство старого купечества сумело уехать из России во время Гражданской войны. Представители сейчас живут по эмиграциям, рассказывают, как у них все отняла советская власть, забывая, что их дедушки и прадедушки, прапрадедушки и копали ту яму, куда рухнула Российская империя, где начался хаос с февраля и где из этого хаоса родилась советская власть, потому что главная проблема старобрядцев никуда не делась. Обладая огромной силой, обладая огромным внутренним влиянием по разложению Российской империи, они не были едины между собой, они не смогли договориться. Февралисты, все, каждый тянул одеяло на себя, победители Российской империи не договорились между собой, дав тем самым шанс большевикам, а не будь большевиков, ну, скорее всего, левым эсерам, которые точно так же готовы были принять власть, точно так же не бояли гражданской войны, утопить все в крови и так далее. Сейчас исследования старобрядцев и их роли в революции всякий раз натыкаются на имя человека очень интересного, выдающегося, недавно скончавшегося, довольно прежден именно в 1953 году, Александра Владимировича Пыжикова, профессора, историка, но при этом одновременно действительно в хорошем смысле выдающегося конспиролога, автора очень нескольких странных теорий, благодаря каковым теориям и даже его серьезные вопросы в науке легко опровергаются и осмеиваются, потому что Пыжиков а Пыжиков это который всерьез о русских всяких колдовцах и ведьмах писал, да писал, причем на полном серьезе, ну увлекался человек, а Пыжиков это тот, который считал, что немцев под Москвой разбили, потому что шли дожди, а дожди шли, потому что Сталин приказал сжечь костры из хвоща, ну в общем дописал, как очень, так сказать, это поучительную конспирологическую теорию, теперь ее вызывают, что это на полном серьезе такое вот утверждение, остальные мероприятия Сталина, значит, кроме разжигания костров из хвоща, описанные Пыжиком, прошли мимо критиков, такое бывает, вот, Пыжиков правда увлекался и правда был большой парадоксалист, любитель поддеть вот таким вот интересным образом, я бы с удовольствием провел бы с ним несколько бесед, я бы, если бы не то, что он выскончался, вот, его даже выдвигали на эту почетную академию Коврал премию про уже науку, люди сами, которые и передирают и сами иногда устраивают такое с официальной наукой, что сторонники уже науки стоят в стороне, курят и спрашивают, а что, так можно было, так же, здорово, вот, у него было три ведущих конспирологических идей, под которые он находил историческое обоснование, наверное, все три надо будет как-нибудь рассказать, вот, одна из них, это что старообрядцы финансировали любые формы восстановления против, то есть, любые формы революционной борьбы против официального правительства, поддержившего Никоньянскую церковь, и раскол, вторая его теория, раскол русской церкви спровоцирован был влиянием украинско-польских агентов, вся эта Киево-Могилянская академия, которые захватили на длительное время власть и, главное, так сказать, идеологическое оформление русской официальной православной церкви, но, действительно, когда мы посмотрим на историю русской церкви после Никона, мы увидим огромное количество людей, обучавшихся именно в Киево-Могилянской академии, когда-то сотрудничавших даже с азуитами, потом якобы ставших ультраправославными и двигавшими уже вперед, так сказать, официальное православие, ну, там и Прокопович, Еворский и так далее, и так далее, и Медведев, хотя и был казнен, проиграв, так сказать, свой идеологический забег, но это опять требует отдельного, и последняя его концепторологическая концепция, что Москва Таитиаим, это все заговор Ватикана с целью стравить Россию, Московское княжество, объединявшее Русь вокруг Ивана Таитива, стравить с турками, и бесполезная политическая борьба между турками и поддерживающими крымскими татарами и так далее, между Московским княжеством, на два века отбросило назад развитие Руси, несмотря на попытки, так сказать, из этого выйти при Иване Грозном, вызвало смуту, потом, значит, была поднята, соответственно, Романовыми, и Романовы сдали Россию руками, рукам Ватикана. Тут, конечно, очень, с одной стороны, с одной стороны, очень интересная конспирологическая теория, имеющая много фактов за себя, с другой стороны, но я бы сказал, что Романовы пытались, конечно, сотрудничать с католиками, но гораздо лучше у Романова получалось сотрудничать с протестантами, то есть эту идею надо развить, я бы сказал, о галштинском протестантском заговоре в отношении еще Михаила Романова. Об этой идее надо будет подумать и поговорить, это уже развитие идей Пышекова. Вот, что, конечно, не меняет того, что дискуссионные вопросы, поднятые Александром Владимировичем, в том числе и по финансированию русской эволюции, настоящему, не немецкому следу, не англичан, а своему внутреннему российскому финансированию, поддержке людьми, поддержке кадрами, поддержке вот этой круговой порукой и молчанием в процессах русской эволюции надо исследовать, исследовать и исследовать. И роль старообрядцев в событиях подготовки всех трех русских революций 1905-го и обоих 1917-го года нельзя недооценить. Скорее только сказать, что раньше мы это недооценивали. Благодарю за внимание. Долгожданное продолжение книги Александра Артамонова «Бесправо на возвращение. Дорога домой». Приобретайте во всех магазинах страны.